Ты сам делаешь, производишь какие-то работы, услуги. Началось заседание с доклада заместителя начальника налоговой службы города Светланы Сусловец. Она рассказала о некоторых особенностях нового для Пермского края налогового режима, известного в городе как налог на самозанятость. Наш регион вступил в эксперимент по этому налогу с 1 января текущего года. В течение 10 лет проведения данного эксперимента вставки налога не будут подлежать изменению. Переход на налог на профессиональный доход и возврат к нему проводится самостоятельно налогоплательщиками в добровольном порядке, как и все остальные у нас специальные налоговые режимы. Напомним гражданам, ведущим профессиональную деятельность, но не являющимися индивидуальными предпринимателями, необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятых. Для этого достаточно пройти регистрацию в мобильном приложении «Мой налог». Физические лица, которые переходят на новый специальный налоговый режим, платят от 4 до 6% от суммы доходов. Самозанятые, в отличие от индивидуальных предпринимателей, не платят страховые и пенсионные взносы, не заполняют отчеты и декларации. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. В то же время самозанятые не должны иметь наемных работников. Еще одно ограничение – это сумма дохода, которая получается налогоплательщикам на ограниченной суммой 2,4 миллиона рублей. К слову, переход на новый налоговый режим стал очень популярен среди березняковцев. Горожане проявляют повышенный интерес к самозанятости, о чем свидетельствует хотя бы недавний семинар по этой теме, на котором яблоку было негде упасть. Желающих было достаточно много, поэтому принято решение 19 февраля повторить проведение семинара. Приглашаем экспертов из Перми. На заседании также была озвучена информация о мерах финансовой помощи бизнесменам со стороны Муниципального фонда поддержки и развития предпринимательства. Эта структура, помимо прочего, выдает денежные займы под залог имущества или поручительства под 18% годовых. Схема очень похожа на банковские кредиты. Фондом в Березняковске выдано займы на сумму более 30 миллионов рублей, начиная с 2009 года. Еще хочется отметить, что у нас целый год уже предоставляются льготные займы для крестьянско-фермерских хозяйств, для сельхозплавных производителей по 10%. То есть это очень выгодно. Закончила заседание позитивная нотка. С 21 по 23 февраля в ДК «Металлург» пройдет универсальная выставка-ярмарка «Презент-2020. Подарки для любимых». Екатерина Кравцова, Андрей Фадеев, Лев Собуров. Новости Верхнекамья.